Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация, конечно, непростая. Она непростая. И прежде чем разбирать текст вашего вопроса, я хотел бы осветить несколько важных моментов, которые мне кажутся серьезными. В первую очередь нужно сказать, что психологи не дают советов. Я понимаю, что вы хотите посоветоваться, но психологи советов не дают. Мы можем помочь разобраться вам в своих чувствах, но как действовать решаете только вы. За вас мы решения принимать не можем. Это первое. Второе. Как мне кажется, ключевая проблема Вашей ситуации ключевая проблема заключается в том, что сын ваш не чувствует ответственности. За место, где он живет. То есть, да, у него чисто формально. У него есть жилплощадь у вашего сына. Вот. Чисто формально. Но, фактически, он за него не отвечает. И, на мой взгляд, то, что он не отвечает за это, то, что он не отвечает за свою площадь, является тем фактором, который как-то вот... Двигает его к тому, чтобы так себя вести. Вот. На мой взгляд, ваши переживания, да, ясны и понятны. Вот. Но, пока у вас такое отношение к сыну, да, как вот сейчас. Сейчас. Я думаю, что ситуация, ну, не изменится. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Тут, тут, конечно, конечно, решат вам, в любом случае, но, тем не менее. Смотрите. А вы пишите, что вам не с кем поделиться проблемой своей. Ну, а как же муж? Вот. То есть, если вы вышли замуж, то, как минимум, у вас есть супруг, с которым вы могли поделиться тем, что происходит. Вот. А если вы не чувствуете, да, разочарование? То есть, если вы не чувствуете, что можете со своим супругом это обсудить, да, то это вопрос к вашим взаимодействиям. Ну, то есть, вот, как вы, ну, общаетесь, вот, доверяете ли вы друг другу и так далее. Вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому тут это вызывает вопрос. Кстати, кстати говоря, кстати говоря, ваш сын может так реагировать на то, что вы вышли замуж. Вот. Дети могут частенько, вот, вести себя подобным образом, вот. Как бы это вот странно не звучало, да, то есть, ну, казалось бы, ваш сын взрослый, да, сказал бы, что у него уже есть, ну, своя жизнь, да, вот, что логично, но вот, действительно, может быть, такой саботаж, если хотите. Вот. Вот. Поэтому, если, если у вас с вашим сыном были, как вы говорите, хорошие отношения, да, ну, отличные отношения. Вот. Вот. Что важно увидеть, как они изменились после того, как вы вышли замуж. Вот. То есть, ну, например, да, например, 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 например. А, был ли ваш сын с Ваги, да, у вас? Вот. Вот. Как он отреагировал на то, что вы выходите замуж. Вот. Как он относится к вашему мужу. Вот. Да, как бы, ну, то есть, вот, а, принимаете, ну, принимаете его он, там, допустим, допустим, ну, или нет, да. Вот. Вот. То есть, это, вот, такие монеты, такие детали, довольно-таки серьезные, на которые, вот, на мой взгляд, нужно здесь обратить, обратить ваше внимание, как минимум. Вот. Вот. Потому что, ну, это перемены в вашей жизни и могут быть, ну, перемены и в его жизни тоже, вот. Понимается, да? Какая стука. Вот. Вот. Поэтому, как человек отреагировал на то, что вы выбрали, к примеру, как-то вот жить, ну, жить дальше, да. Вот. Вот. Вы решили, там, двигаться вперед. Вот. И так далее. Вот. Это, вот, может быть, как раз одной из, одним из аспектов. Вот. 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 Что составляет проблему. Я вышел замуж, приехал из квартиры, где жила со взрослым сыном 21 год, живу в другом городе. Ну, смотрите, опять же. Вот. А, да. Тут не совсем, в данном случае, понятно, вот, как-то по времени, да. То есть, вот сколько, ну, сколько вы жили со своим сыном. Вот. Ну, вот, вместе, то есть, жили вы с ним, там, до, там, его, действительно, до его двадцати, ну, двадцати одного года вы жили. Вот. Или вы жили, там, больше, да. То есть, до того, как у него девушка появилась, или вот еще, какая-то история. Вот. Но. Очень важно, как вы как вел себя, грубо говоря, как вел себя ваш сын. Вот. То есть, он был активным, да. Или он был пассивным, вот, в, ом, ну, контексте какого-то быта, о-о-ом, организации со своей жизни. Потому что, когда вы переехали, изменения, которые произошли у вашего сына, ну, в нём, могли бы способствовать такой истории, такой ситуации, неприятной в данном случае. И опять же, не совсем понятно, да, вот ваша договорённость в каких, ну, в каких настроениях, в каких отношениях вы с этим расставались, вот, тут тоже нужно это выяснять. Дальше. Так, сын учится, у него последний курс остался, живёт с недавнего времени с девочкой, приезжая в гости на выходные с маленьким ребёнком с ночёвкой, а зачем? Да. Так, что это, получается, ваша квартира остаётся, то, что вы, то, что у меня живёт сын с девочкой, вот, но вы приезжаете туда, значит, в гости на выходные, на выходные, не совсем понятно, в гости к кому, зачем, да. То есть, если в гости, то сын хозяин, вот, но если в гости, то он может вам отказать, в том, чтобы вы приезжали, ну, вот, что здесь не определён статус ваш. То есть, опять же, приезжать в гости, да, в квартиру, которую, типа, вы, ну, вы оплачиваете, да, ну, это немного странно. То есть, здесь довольно легко предположить, на мой взгляд, что речь идёт о контроле. Вот. Довольно легко предположить, что вы контролируете своего сына. Понимаете? Да? Вот. И даже если это не так, даже если это на самом деле не так, для вашего сына это может быть контролем, как раз. вот. То есть, опять же, вот нужно здесь увидеть, как это вы приезжаете в гости с ночёвкой, с ночёвкой в гости на выходные в свою квартиру. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, предельно неопределённый статус ваш. Мы с ним сразу договорились, что мою комнату никто не занимает, у нас их дверь и моя проходна. Ваш сын соблюдал договорённость? Проблема в том, что мой сын не любит от слова совсем упираться и что-то делать с вещами, которые сломал. Сломал шкаф, ну и ладно, так пойдёт, и так во всём. Ну, смотрите, если ваш сын таким был всегда, то, как бы, смысл ожидать от него изменения. Да. История про то, что девушка его исправит, наивность, потому что сын выберет такого партнёра, которому будет комфортно с ним. Вы же почему-то здесь говорите, что девушка должна его переделать. Вот. Это говорит о том, что вы своего сына, вероятно, пытались переделать. Возможно, воспитали в нём, как раз таки, вот такое поведение, то есть, в какой-то степени пассивность, да, вот, в какой-то степени обесценивание быта и прочее. То есть, то, как вы относитесь к его девушке, да, ну, вот, как будто бы выдаёт ваше собственное отношение к нему. Вот. Значит, она, я обрадовался, надеялась, что она будет его стимулировать над действием и сама будет соблюдать чистоту. А почему, откуда у вас такие ожидания были? Если ваш сын не любит убираться, почему должен найти девочку, которая любит это делать? Или которая сама любит чистоту? Вам не кажется, что у вашего сына с такой девочкой были бы конфликты? Были бы проблемы какие-то? Да? То есть, это вот какие-то ваши желания, например, чтобы сын исправился, выдаются вот в таком виде. Вопрос заключается в том, да, насколько это реалистично. Насколько здесь задеваетесь, ранитесь вы. Приехала я к сыну, не узнала квартиру. Вот опять же, вы говорите, приехал я к сыну. Сын живет с девушкой. Зачем ему мама, приезжающая к нему? Честно говоря, понять сложно. При этом вы говорите, что вы приезжаете в гости. в гости? В... В... В свою квартиру. К сыну. Вы сына-то спрашивали, мы вообще научились, чтобы вы приезжали, или как? То есть... Вы говорите, что приехали к сыну, а ранее что в гости? Это ваш сын вас приглашает к себе в каждое выходное? Непонятно, да, то есть что здесь происходит? Здесь происходит смещение, то есть совмещение ваших потребностей, того что хотите вы, и того что вы хотите типа для своего сына. Вот это смешивается и возникает, ну непонятно, возникает накладки получается, потому что одно с другим совмещается плохо. Дальше. Не знаю, квартиру грязного посуды, чисто не в плесени, а вы никогда не мылись плетаться за саленой, испортили все сковородки, разбросанные везде вещи, в том числе в моей комнате, мои замечания не реагируют, огрызаются. Ну вот вы говорите, что вы договаривались, что ваша комната заниматься не будет, но вы не договаривались о том, что он будет убираться, судя по тому, что вы пишете. И опять же, ожидать от сына, что он будет убирать квартиру, или что девушка это будет делать, зная, что эта квартира не их, например. А даже если их не факт, то это людей стимулирует. Ну, на мой взгляд, немного сомнительно. То есть это вопрос ваших ожиданий. При этом, я хочу подчеркнуть, что это вопрос ваших ожиданий касается именно сына, а не желания содержать вашу квартиру в чистоте. Только вот желание содержать вашу квартиру в чистоте, это ваша ответственность. Не ответственность сына, а ваша. Потому что квартира ваша. Вот. Как-то так. Вы же перекладываете свое видение чистоты на сына. При этом не особо ясна мотивация. Какая ему мотивация это делать, если у него такие особенности. Я имею в виду отношение к чистоте. Эти особенности появились, на мой взгляд, очевидно, вследствие воспитания вашего. То есть вы воспитали так сына, что он не любит убираться. И что-то делать совершенно. Быть может вы из личной строки. Тут нужно смотреть. Я полностью оплачиваю квартиру, пока сын не работает и одеваю его. Имею я право требовать чистоты в доме. Понимаете, какая штука? Вы имеете право не одевать своего сына и не оплачивать квартиру, если не хотите. Ну вот. Но требовать от другого человека делать то, что ему не нравится, мягко говоря, обречено на провал. Вот. Я любил приезжать в этот город, в эту квартиру, а теперь никакого желания не туда ехать. А зачем? Ну вот. Ваш город и как-то связан с квартирой и чистотой в ней. Они без моего ведома завели в доме второго кота. Опять же повторюсь. Повторюсь. Вы оплачиваете квартиру и позволяете людям там жить. У сына нет ощущения, что вы перестанете платить за квартиру. Вы не находитесь в отношениях арендат или арендатор. Из-за этого можно сделать предположение, что сын воспринимает это как ваш подарок. Ну, с тем более, что вы его одеваете и так далее. Какого у него сына это делать? Зачем это нужно вам? Что вам нужно, чтобы квартира была в чистоте. Но зачем это сыну? Можете ли вы сказать, зачем это сыну и его девочке? Вчера устроила скандал, на что получила угрызение сына. Девушка тоже не сильно поняла претензии. А должна была понять претензии. Какую реакцию вы ожидали от сына и почему устроили скандал? Вообще то, что вы устроили именно скандал, это психологическая игра. Призванная избежать психоэмоциональной близости и обмена своими переживаниями и чувствами. А также проблематика личных границ. Поэтому, как минимум, эту часть вашей модели поведения нужно корректировать. Сынок сказал, мол, мы живем как хотим, у тебя своя квартира не нравится, не приезжай. И он, в принципе, со своей стороны действительно прав. Потому что я тоже не очень понимаю, зачем вы приезжаете. Если вам нравится, как вы сказали, приезжать в квартиру и вы хотите, чтобы ваша квартира была в чистоте, то в таком случае из нее не нужно было уезжать, в таком случае ее нужно сдавать, то есть вы ставите перед фактом своего сына, что вот, ты не умеешь жить, да, ты не хочешь квартиру содержать в чистоте, я хочу, чтобы она была в чистоте, поэтому я ее отдаю. Вот, или я ее закрываю. Вот, идите со своей девушкой куда хотите. Вот вам первый взнос, да, вы все равно платите за квартиру. Вот вам первый взнос, вот, значит, снимаете и начинаете работать, все. Это, если это ваша квартира, вы имеете право так делать. Но вы, вы и сыну помогаете, говорите, живи, живи в этой квартире, я тебя одеваю. И требуете от него взамен. Это позиция, позиция деструктивная. Вот. И это сынок, с которым не всегда были отличные отношения. Ну, что такое отличные отношения, еще нужно выяснить. Отличные отношения, в которых сын ваш не любит убираться и что-то делает с вещами, которые сломал, ну, это вызывает вопросы. Как с этим бороться, я не знаю, с чем бороться. Вы сына переделать хотите? С чем вы пытаетесь бороться? Вам здесь не бороться нужно, а расставить четкие границы, чего хочу я и какую цену. Девочка сказала, что совершенно некогда делать уборку и она не любит убираться. Это нормально, она же девочка вашего сына. Я бы плюнул на сцену, у меня знакомые в этом городе, папа, я всегда знал, что смогу, что смогу там остановиться с ночевкой. Ну, опять же, это вам решать, если вы хотите где-то останавливаться с ночевкой, и вы можете остановиться в этой квартире, но вам необходимо самой обеспечивать свои интересы. Вот. Понимаете? Если... Вот как-то так, самой. Теперь ненавижу эту грязную, вонючую квартиру. Как вести себя с сыном, я не знаю. Как вести себя, чтобы что? У вас свои интересы, у него свои. Поскольку дело происходит в вашей квартире, ваше слово имеет решающее значение. Вчера брайло ее, потому как хочу приехать на выходные с ребенком, просто в шоке было от большого количества грязи. Такого эффекта можно добиться, если не браться в квартире месяца два, а то и больше. Как можно изменить ситуацию? Можно как-то психологически подействовать на сын? Нет. Психологи этим не занимаются. Только отделение себя от него, определение личных границ и демонстрация своих интересов и предоставление сыну определенной свободы в реализации своих интересов не в ущерб вам позволит вскрыть некий потенциал в нем. Совершенно не факт, что этот потенциал человека как-то изменит. То, что вы хотите сына изменить, вызывает вопросы с психологической точки зрения. Или просто молча приезжать и иметь квартиру, когда остаюсь на желке. Это вам решать, это вам решать, потому что квартира ваша. Самое главное, скажите, права я или нет, когда требую привести квартиру в порядок. Ведь я создавала там уют, вкладывала, знала, что вы там будете жить, а я в гости приезжать. Ну, опять же, нет такого понятия, как правы вы или нет. Если вы делали это для сына, то сыну этим всем и распоряжаться. Если вы это делали для себя, то вам этим всем распоряжаться, а не сыну. Если сын живет с девушкой, мне непонятно то, что вы регулярно приезжаете в гости, потому что в гости приезжают по приглашению. У вас явно нарушены границы взаимодействия с сыном. То, что сын огрызается, это следствие того, что эти личные границы нарушенные себя проявляют. Я не думаю, что в этой ситуации есть правы и неправы. Я думаю, что в этой ситуации есть чувство, что я получаю не то, что хочу, и элемент самообмана, где вы говорите, что делали это вроде как для сына, но говорите, что я вкладывал в эту квартиру и создавал уют. А вам не кажется, что это должен был делать сын, если это его квартира? Почему в чужую квартиру, в которой будет жить другой человек, вкладывайте свои, делая все по своему усмотрению? А вы спросили, что сыну нужно вообще? Понимаете? Вы пишите, я не должна лезть в их быть, но тогда я не буду приезжать. Ну, не приезжайте. Это вам решать. Понимаете? Определите для себя статус в квартире, она чья? Ваша или сына? Если ваша, вам о ней заботится. Если сына, это дело сына. Вот и все. Сейчас вы хотите, чтобы сын оценил то, что вы вкладывали в эту квартиру, зная, что он будет там жить. А у него, может быть, не получается. Потому что он это воспринимает не просто как должное, а может быть еще и как какую-то интервенцию негативную на себя. Вот. Понимаете? Вы спрашиваете, как можно изменить ситуацию? Вот. Большая проблема в том, что вы, подавая эту квартиру, как жил площадь сына, да, пытаетесь это контролировать. Если отдали квартиру сыну, ему решать, как нам жить. Если не хотите отдавать квартиру сыну, квартиру сыну, вам решать, как нам жить. Понимаете? Вот и все. А вы не можете определиться. Вот. Вы обозначили себе статус гостя, хотя на самом деле вы не гость, а хозяйка. Как будто бы. Вот. И все. Ну вот как-то так. Люди сами обустраивают свой быт. Ваш сын и его девочка живут так, как удобно им. Вам хочется жить так, как удобно вам. И это нормально. Важно определить, кто хозяин этой квартиры. Вы или сын. Мне кажется, что вы занимались профлексией, вкладывая в квартиру себя и создавая ее типа для сына, на самом деле вы это делали для себя. Вы так и говорите, что я любил этот город, эту квартиру. Может быть. Но это не ваша квартира. Если вы отдали ее сыну. Понимаете? Вот. Как-то так. Как-то так. Я думаю. То есть. То есть. Вы пытаетесь сидеть на двух стульях. Здесь. Вот. В этом ваша трудность. Ну и родительская позиция, что сын должен быть тот. Лично мне кажется, что вы психологически не сепарировались от своего сына. Вот. И у вас к нему есть ожидания, за которыми стоят ваши потребности. Вот. Которые вы реализуете или пытаетесь это сделать через своего сына. А сын, естественно, уходит в сопротивление. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.